А самое главное при любых электрических работах это соблюдение техники безопасности. При замене люстры идет поражение током. Если влажная поверхность, то даже по резине. Здравствуйте, Минучников Сергей Сергеевич, стаж работы 45 лет. Здравствуйте, меня зовут Назаров Константин Станиславович, я электрик, мастер ленремонта, общий трудовой стаж по электромонтажу составляет 8 лет. Здравствуйте, Герасимов Илья Викторович, общий стаж, 37 лет. Замена люстры. Казалось бы, несложная такая работа, но для неподготовленного человека, или нехорошо знаю еще, это может закончиться очень печально, и такие прецеденты уже были. Значит, по одной простой причине, что, опять же, вот как говорил коллега, советская проводка, она имеет непрерывную, условную фазу, это неправильный термин, фаза, подающийся на электроприбор. И выключателем, как многие думают, ну я выключил выключатель, и у меня же свет-то вот не горит, а мне сейчас бы люстру надо заменить. И при замене люстры идет поражение током. Ну, разумеется. Самое неприятное, да, ни в коем случае никаких самостоятельных замены автоматах в щитках, даже с условием соблюдения техники безопасности. А самое главное при любых электрических работах, это соблюдение техники безопасности. Ну, наивно полагают, что подстелив коврик, работая в резиновой обуви, поражения электрическим током не будет. Это неправда, к сожалению. По какой причине? Ну, в общем, все просто, что если влажная поверхность, то даже по резине у вас есть, опять же, та же разность потенциалов, у вас, естественно, вы будете поражены электрическим током. Вы всегда можете обратиться в компанию «Ленремонт» по номеру 3444444 в наши мастерские. Вам везде смогут предоставить информацию, как правильно составить план работы, какого специалиста позвать, и вам порекомендуют все, что нужно сделать в вашем случае. Здравствуйте, друзья! Если вам понравилось это видео, у вас появились вопросы по данной тематике, вы можете задать их в комментариях, либо перейти по ссылочке прямо на наш сайт. С сайта мы смотрим внимательно наш сайт, и вам бесплатно вас проконсультируют на электронку, либо даже позвонят и вас проконсультируют, если вам так будет удобно. Приятного просмотра! Продолжение следует...